Велико наше Отечество, русская земля, но таким оно стало не сразу. Много врагов разоряли Русь, ведь Россия – страна богатая, красивая, и очень многие хотели бы владеть ею. Любовь к Отечеству породила целую плеяду выдающихся полководцев. В преддверии праздника День защитника Отечества библиотека номер 18 Северного округа подготовила обзор для младшего школьного возраста, рассказы о великих полководцах и флотоводцах. Издание серии «Книга за книгой» доступно знакомит детей со сложными историческими событиями и положительными примерами сильных личностей, которые ковали историю нашей страны. И начнем мы знакомство с книги Станислава Тимофеевича Романовского «Александр Невский». Александр был мальчиком, когда в родном городе Переяславле-Залесском в древнем соборе преображения его посвятили воины. Холодными ножницами священник постриг волосы мальчика. На вытянутых руках поднес губам мальчика меч. Потом отец, князь Ярослав Севолодович, вложил меч в золоченые ножны на кожаном поясе, а поясал этим поясом сына. И во внезапно возмужавшей душе мальчика крепла радость. Он знал, что теперь ничто не успугает его и не заставит друг друга. Так оно и вышло. С годами он стал великим русским полководцем Александром Невским. Его представляют великаном. На самом деле Александр Ярославович Невский был небольшого роста, но большого ума, большой физической силы и выносливости. Он великолепно владел мечом и копьем. Цепко держался на коне. Стойко переносил тяжкие конные и пешие переходы. Он мог натянуть самый тугой лук до отказа и пустить стрелу в зенит так, что она надолго скрывалась из глаз. И окружению казалось, что она задержалась на белом облаке и никогда не вернется на землю. В те давние времена князь не мог, не имел права быть физически слабым, иначе дружина не пойдет за ним. В книге рассказывается, за какую победу Александр получил от народа награду прозвания Невский. По Неверике грабить русскую землю плывут шведские суда. На берег спустили сходни. По ковровой дорожке вслед за епископом сошел на берег высокий человек в дорогих доспехах и сказал, «Теперь эта земля наша». Правда, я послал русскому князю Александру послание, если можешь, сопротивляйся. Но надо быть безумным, чтобы сопротивляться воинам шведского короля. А утром русские нагрянули на шведов. В итоге целыми у шведов осталось два корабля. Их доверху нагрузили мертвыми телами. Кроме того, вырыли огромную яму и погребли в ней тех, кому на кораблях не хватило места. А русских в битве на Неве пало 20 человек. Александру Невскому было тогда 20 лет. А 5 апреля 1942 года на Русь пришли немецкие рыцари. Александр Невский заманил их вглубь нашей земли, на лед Чудского озера, где в засаде была укрыта наша пехота и конница. Рыцари и кони в стальных латах. И у людей, и у коней не видно лиц, одни стальные башни со смотровыми щелями. Каждый такой конник похож на тяжелый танк. Все же вместе они – танковая подвижная крепость. Внутри крепости идут пешие воины, чтобы в решающий час выскочить наружу и короткими мечами завершить битву. Неотвратимо надвигается стальная крепость на восточный берег, где, не дрогнув, ждет ее наш срединный полк, готовый умереть, но не посрамить земли русской. С большим трудом танки-рыцари пробились к берегу. Вдоль берега блестели забереги, полосы весенней воды. Кони по брюху провалились в воду. Воины Александра оглушали рыцарей мечами и булавами. Пехота баграми стаскивала рыцарей с коней. У рыцарей была клятва – не сдаваться. А тут, на тебе, много их попало в русский плен. А князь Александр Невский из Новгорода отпустил пленных домой с напутствием. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет земля русская. О славных победах великого русского полководца Александра Васильевича Суворова и героизме русских солдат вы узнаете из книги известного детского писателя «Знатока отечественной истории Сергея Алексеева. Рассказы о Суворове». Слава Суворова началась с Туртукая. Суворов только недавно был произведен в генералы и сражался под началом фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского против турок. Румянцев был заслуженным военачальником, одержал немало побед над противником. Однако эта война поначалу велась нерешительно. Но не терпелось, не хотелось Суворову сидеть на одном месте. «Одним глядением крепостей не возьмешь», – возмущался он робостью графа Румянцева. И не спросясь разрешения, Суворов завязал с неприятелем бой. Отбросил противника, погнал и уже было ворвался в турецкую крепость Туртукая, как пришел приказ Румянцева повернуть назад. Суворов подумал – победа рядом, командующий далеко. И ослушался. Ударил в штыки. «Чудо-богатырия! За мной!» И взял Туртукай. Тот же Суворов написал фельдмаршалу донесение. «Слава Богу, слава вам! Туртукай взят, и я там!» Обидно стало Румянцеву, что молодой генерал одержал победу над турками, а он, фельдмаршал, не может. Решил он отдать Суворова под суд за ослушание и невыполнение приказа. Слухи о расправе над молодым генералом дошли и до царицы Екатерины II. Защитила она Суворова. «Победителей не судят», – написала царица Румянцеву. Суворов вернулся к войскам и через несколько дней одержал новую победу над турками. В этой книге описываются не только сражения под предводительством Суворова, но и раскрывается характер полководца, описываются его привычки, отношения к простым солдатам. Показательным является рассказ Прошка. Когда Прошка попал в денщики к Суворову, солдат немало обрадовался. «Повезло!» – подумал. «Не надо будет рано вставать, никаких ротных занятий, никакого режима. Благодать!» Однако в первый же день Прошку постигло великое разочарование. В четыре часа утра кто-то затряс солдата за ногу. Приоткрыл Прошка глаза, смотрит Суворов. «Вставай, добрый молодец!» – говорит Суворов. «Долгий сон не товарищ богатырю русскому. Оказывается, Суворов раньше всех поднимался в армии». Поднялся Прошка. А тут еще одна неприятность. Приказал фельдмаршал притащить ведро холодной воды и стал обливаться. Натирая от Суворов себе и шею, и грудь, и спину, и руки, смотрит Прошка, выпучил глаза. «Вот так чудо!» «Ну а ты что?» – закричал Суворов. «Ну а ты что?» – закричал Суворов. И приказал Прошке тоже облиться. Ёжица солдат с непривычки вскрикивает от холода. А Суворов смеется. В здоровом теле дух говорит здоровый. И снова смеется. После обливания вывел Суворов Прошку на луг. Побежал фельдмаршал. «Догоняй!» – закричал солдату. Полчаса вслед за Суворовым Прошка бегал. Солдат запыхался. В боку закололо. Зато Суворов хоть и стар, а словно с места не двигался. Стоит и снова смеется. И началась у Прошки не жизнь, а страдание. То устроит Суворов осмотр оборонительным постам, и Прошка целые сутки в седле трясется. То ученит проверку ночным караулом, и Прошке снова не спать. Мечтал Прошка о тихом месте. Не получилось. Хотел было назад попроситься в роту. Потом привык. Привязался к фельдмаршалу. И до конца своих дней честью и верой служил Суворову. После Александра Васильевича Суворова во главе русской армии стал Михаил Иларионович Кутузов. О его нелегкой жизни мы узнаем из книги Сергея Алексеева «Рассказы о Кутузове». В 1812 году, когда в Россию вторглась французская армия, Кутузову исполнилось 67 лет. Много всего позади. Несчесть боев и походов. Крым и Дунай, поля Австрии, измаильские грозные стены, бой под Алуштой, осада Очакова, у Кагула упорный бой. Трижды Кутузов был тяжело ранен. Дважды в голову, раз в щеку. Повредила пуля и правый глаз. Пора бы уже в отставку на стариковский покой. Так ведь нет, помнит народ Кутузова. Вот и сейчас. Собирайся, мол, старый конь. Кутузов едет к войскам. Новый главнокомандующий едет. Рады солдаты. Едет Кутузов бить французов. Идет по солдатским рядам. Опытный и дальновидный военачальник Михаил Иларионович Кутузов не побоялся сдать французским войскам даже столицу России, Москву. Кутузов предвидел, что победить врагов русской армии поможет не только отвага и храбрость русских солдат, но и суровая снежная зима с трескучими морозами и ледяными ветрами. Одним из знаменитых россиян является выдающийся флотоводец Павел Степанович Нахимов. Что это был за человек? Чем прославился? Почему навсегда вошел в историю Отечества? Вы узнаете из книги ученого-историка и писателя Владимира Соловьева «Адмирал Нахимов». Если бы знаменитому российскому флотоводцу адмиралу Нахимову сказали, что плавать он научился раньше и быстрее, чем ходить, тот бы спорить не стал. Еще со всем ребенком он полюбил воду. Много и подолгу купался, пускал бумажные или вырезанные сосновой коры кораблики в быстрых ручьях, встроил из камней, глины и песка запруды, отправлял плавать по лужам ореховые скорлупки с мачтой и спички и парусом из бумаги. Неудивительно, что подростком Павел Нахимов был зачислен в морской кадетский корпус, училище, где готовили гардемаринов, будущих офицеров военно-морского флота. Сначала он служил на Балтике, потом на Черном море. Нахимову еще не было и 30, когда его назначили командиром боевого корабля, и чуть больше 40, когда он был произведен в контр-адмиралы. Павел Степанович стал любимцем всего Черноморского флота. У него не было ни жены, ни детей, никакой жизни помимо морской службы для него не существовало. Но он и не жалел об этом, потому что любил море, флот, корабли, соленый ветер, любил братство по оружию, которое так сближает людей во время боя. Его домом был корабль, а его семьей – подчиненные ему офицеры и матросы, которые души в нем не чаяли. Однажды, подвергая себя смертельной опасности, он, не раздумывая, бросился спасать упавшего за борт матроса. Этот случай стал хорошо известен и еще больше повысил уважение и любовь к Нахимову. Впервые флотоводец прославился во время Синопского сражения. Вступать в бой с более чем вдвое превосходящим противником было бы безумием, и тогда Нахимов принимает дерзкое решение своими малыми силами запереть турецкий флот и не дать ему выйти в открытое море. За неполных три часа морского сражения у Синопа турецкие военные суда были разбиты в щепы. У турок было около трех тысяч погибших, а Нахимов потерял 38 человек. А потом началась героическая оборона Севастополя. В самых опасных местах постоянно находились те, кто руководил обороной Севастополя – адмиралы Корнилов, Нахимов и Стомин. Они не берегли себя, подбадривали защитников, и их храбрость и отвага заставляли не сторониться смерти и остальных. Ну вот умирает раненый Владимир Алексеевич Корнилов. Потом был убит вражеским ядром Владимир Иванович Истомин. А Нахимов по-прежнему там, где свистят пули и рвутся снаряды. При своем высоком росте, да еще и в заметном черном кителе с золотым шитьем и погонами, он был хорошо виден даже издалека и служил для врага отличной мишенью. Особенно часто Нахимов появлялся на Малаховом кургане, главном укреплении, которое называли дверью Севастополя. Здесь и настигла Павла Степановича неприятельская пуля. Его доставили на перевязочный пункт, забинтовали простреленную голову, но больше врачи ничем не смогли ему помочь. Рана была смертельной. Так на боевом посту погиб замечательный флотоводец адмирал Нахимов. Но подвиг севастопольцев остался в веках, а сам Севастополь навсегда стал городом русской славы. Много славных подвигов совершили люди, оберегая свою землю и в давние времена, и в наше время. Многие люди отдавали свою жизнь во имя защиты Родины. Мы предлагаем познакомиться и с другими книгами, рассказывающими о выдающихся полководцах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова